Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. Папа Изабель Жозе Эдуарду был президентом Монголы 38 лет, а его дочь возглавляла государственную нефтяную компанию. Параллельно с этим ее телефонная компания получила первую в стране лицензию на услуги мобильной связи. Как пишет Зюдой Чицайдог, ее журналисты участвовали в расследовании Адуш Сантуш вместе с коллегами из Международного консорциума журналистов-расследователей. Кредит для Адуш Сантуш был выдан в 2015 году пивоваренной компании Содиба, которая принадлежала дочери ангольского президента. При этом пивоваренная компания пользовалась незаконными налоговыми привилегиями и по правилам Небецкий банк должен был с самого начала отнестись к этой сделке как подозрительный. В декабре прошлого года ангольское правительство арестовало счета компании Изабель Душ Сантуш и ее мужа. Суд считает, что на счетах этих компаний лежит 1 миллиард долларов денег, украденных из бюджета. Заблокировали эти средства после того, как владелица попыталась вывести часть этих средств в Россию через Португалию. Как пишет Международный консорциум журналистов-расследователей, Изабель Душ Сантуш создала целую сеть из более чем 400 компаний в 41 стране, включая офшорные зоны. Российским же гражданством Изабель Душ Сантуш обязана своей матери, Татьяне Кукановой, первой жене своего отца. Жозе Эдуардо Душ Сантуш в начале 70-х приехал учиться в Баку, тогда это был Советский Союз, в Азербайджанском институте нефти и химии. Там он познакомился со своей женой, которая приехала туда учиться из Пензе и училась там на геолога. Когда в 1975 году Ангола перестала быть португальской колонией, Душ Сантуш вернулся домой. В 79-м он стал президентом страны, и Изабелла выросла в президентском дворце, где получила прозвище принцесса. Русская жена президента пошла работать в компанию Сон Ангол, ту самую, которую потом возглавила ее дочь. Однако это пролилось недолго, и уже в том же 79-м Куканова рассталась с мужем, забрала дочь и уехала в Лондон, где живет до сих пор. Изабель Душ Сантуш вместе с матерью в 99-м году получили долю в Ангола Selling Corporation, госмонополии по торговле алмазами, втором после нефти ресурсе американской страны. Как считают авторы расследования, в 2015 году немецкий банк уже должен был бы очень осторожно отнестись к идее многомиллионного кредита для компании Душ Сантуш. В Германии Анголу уже не первый год называют классическим примером клиптократии. Это слова немецкого эксперта-африканиста, который сегодня прокомментировал эту историю для Тага США. И о том, что семья президента ворует бюджетные деньги и, процитируя того же экономиста, относится к своей стране как к собственной ферме, было известно и в 2015 году. Я хочу добавить, что российское гражданство может пригодиться Изабель Душ Сантуш сейчас, когда и грозит суд в Анголе и в Португалии, так как Россия не экстрадирует свои граждане в другие государства. Но пока Изабель живет в Дубае. Подписывайся на Ост-Вест, и мы будем встречаться чаще.